Добрый вечер! Это программа «Балтия. Неделя» на телеканале «Настоящее время». Ну, неделька выдалась еще та. Если все мировые СМИ абсолютно серьезно обсуждали, грянет ядерная война или нет. Вот это как? Как мы вообще оказались в этой точке? В точке, где пересеклись интересы и амбиции, я бы сказал, двух мировоззрений, двух систем, двух стран, абсолютно по-разному воспринимающих реальность. Но главное, двух ядерных держав – США и России. Страны Балтии в этом противостоянии буквально между двух огней. Здесь база НАТО, а до России, вон, рукой подать. В общем, было о чем подумать. Россия – слово, которое в Балтии знает каждый ребенок, как минимум по урокам истории. Россия по-эстонски – Венима, по-литовски – Руссия, по-латышей – Кревия. В странах Балтии все понимают, что с Кревией не криво бы дружить, ну или хотя бы подружиться. Но случится это, видимо, после окончания очередной холодной войны. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. Сегодня в программе. Свобода лучше, чем не свобода. Или почему форум «Свободная Россия» проходит в Литве? Поэтому я верю, что вернусь. Ну, вопрос, когда он открытый. Космос как предчувствие. Чем страны Балтии отметились в мировой космической гонке? Статистика в картинках. Тва отправила в космос уже третий спутник. Приказано выжить. Этнографический репортаж о тех, кого почти нет. Их называют Сету. Если оппозиция разгромлена, Дума – не место для дискуссий, пресса взята под контроль, а силовикам, наоборот, разрешено себя не сдерживать. Но вся судебная власть превратилась в одно басманное правосудие. Вопрос – где теперь собраться несогласным? Хотя бы поговорить. В Вильнюсе на этой неделе стоялся уже пятый по счету форум «Свободной России». О форуме и людях. Виктория Терентьева. Они съезжаются сюда, в Вильнюс, уже в пятый раз. Их всех объединяет прошлое и настоящее. В прошлом они играли видную роль жизни своей страны. В настоящем большинство из них или в изгнании, или в глухой оппозиции. Обычная российская история. Кто не с Путиным, тот против. Это очередной форум «Свободной России». Четыре сотни участников съехали со всего мира. За ними снаружи внимательно наблюдают съемочные группы российских каналов. Для них участники форума – враги. Наша задача, мне кажется, заключается в том, чтобы как можно больше людей в России понимали, что независимо от того, где мы вынуждены жить в данный конкретный момент, мы стремимся к восстановлению в России конституционного порядка и политических свобод. Восстановление конституционного порядка в России – то, как его понимает Гарри Каспаров, займет многие годы. А пока 13-й чемпион мира вполне успешен в США. Он возглавляет фонд прав человека, читает лекции по искусственному интеллекту и развивает программы шахматного образования. Он бы и рад вернуться в Россию. Но… Проживание в Путинской России не является опцией сегодня. Возвращение в Россию – это билет в одну сторону. Иван Тютрин, соратник Гарри Каспарова, покинул Россию в мае 2012 года после участия в акциях на Болотной площади. Многих активистов тех событий посадили. Он успел перебраться в Литву, где и получил политическое убежище. Теперь осваивается в новой стране, в новой реальности. Поэтому я верю, что вернусь. Но вопрос, когда, он открытый. Потому что мы не знаем, когда поменяется власть, мы не знаем, какой будет сценарий этой смены. А это два таких глобальных вопроса, не имея ответа на которых, прогнозировать что-то невозможно. Галерист Марат Гельман переехал в Черногорию три года назад, когда понял, что работать с искусством в современной России так, как позволяет власть, он не хочет. Поэтому оппозиционеры – это те люди, которые решили, что это их профессия, это их задача. Сменить власть, убедить людей. А у меня другая профессия. Я готов поддерживать, но я не стану для большого количества людей каким-то, я не знаю, авторитетом. Я не стану человеком, который через выборы может достичь каких-то политических позиций, потому что я уязвим. Потому что 18 лет назад арт-менеджер Марат Гельман помог Путину прийти к власти. На президентских выборах 2000 года Гельман руководил творческим блоком в команде будущего президента России. И сегодня он отчасти согласен. Существует некое противоречие в желании изменить Россию, находясь за границей. Одна из задач – реально общество интегрировать в европейский контекст. И, конечно, люди, которые сумели сами, хотя бы в качестве профессионалов, интегрироваться в этот контекст, они могут быть более эффективны для вот этого будущего. Форум «Свободная Россия» в Вильнюсе задумывался как площадка для обмена мнениями. Место, где так называемая несистемная оппозиция может обсудить системный кризис своей родины. В нашем мире все меняется стремительно, так что организаторы форума решили встречаться два раза в год. То есть в следующий раз здесь же, в Вильнюсе. Совсем скоро. Недалеко от России, но подальше от Путина. Виктория Терентьева, Балтия. Неделя. Что, собственно, обсуждали участники форума? О чем шла речь? Да родину они свою обсуждали. Извечный вопрос, как нам обустроить Россию. Россию, которая будет без Путина. Когда-то это ведь случится. Ну и в конце концов, по Конституции граждане России имеют полное право на свободу мысли и слова. На связи с нашей студией Константин Эйдерт. Известный российский журналист, политический комментатор. Он также принимал участие в форуме «Свободная Россия». Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, вы сейчас находитесь в Вильнюсе и, что называется, все видите своими глазами. В чем сегодня для вас разительное отличие между Литвой и Россией? Ну, мне кажется, прежде всего, конечно, Литва – это члены Европейского Союза и НАТО. Это демократия, которая преодолела постсоветский период развития и которая довольно уверенно чувствует себя в западном сообществе. Россия – это пока еще страна, находящаяся сразу в трех стадиях перехода. От командной экономики к рыночной, от авторитарного правления к демократическому и от империи к государству граждан. Этот переход займет многие десятилетия, так что в этом, наверное, главная разница. У стран Балтии, но от географии никуда не денешься, есть сосед России. И, казалось бы, Балтия обречена на сотрудничество с Россией. Но сегодня мы видим, что отношения с Москвой испортились окончательно. Так кто виноват и что теперь делать? Ну, тут, мне кажется, все понятно. Историческое прошлое, недавнее, в значительной степени влияет на восприятие странами Балтии России. И такая очень агрессивная российская внешняя политика, начиная с торжения в Грузию в 2008 году, через Крым и Восточную Украину, к сегодняшнему дню, конечно же, очень сильно повлияло на восприятие России, на восприятие именно политического режима в России. Мне кажется, в том, что касается людей, то, по крайней мере, мне кажется, в Литве люди очень хорошо разделяют российских граждан, простых россиян и Кремль. И в этом, конечно, на мой взгляд, большая заслуга стран Балтии, что все-таки такого вот, какого-то слишком широкими мазками, слишком черной краской здесь никого не мажут. Ну, а возможно, сегодня вообще говорить о будущем мирном, дружеском существовании России и Балтии. Какие перспективы? Евгения, перспективы таковы, что прежде всего должна измениться Россия, она не должна внушать стран. Страха своим соседям и Латвии, Литве, Эстонии, и другим соседям, в том числе, скажем, странам восточного партнерства ЕС. И тогда, наверное, многое изменится. Россия, как страна с имперским менталитетом, с большим трудом разбирается и понимает, как чувствуют себя другие страны, которые меньше. И особенно в сегодняшних условиях, когда история стала фактически современной политикой, России очень сложно понять. Все те высказывания, которые раздаются сегодня в Москве по поводу того, какой замечательный был Сталин, как правильно все он делал и так далее и тому подобное, Это, конечно, не способствует взаимопониманию. Я думаю, что все-таки здесь главная необходимость и главный залог того, что эти отношения когда-то изменятся, это изменения внутри России, прежде всего, духовные и политические. 10, 50, 100 лет. Если бы я знал ответ на этот вопрос, то я зарабатывал бы много денег на биржу. Ну да. Это был известный журналист, политический комментатор Константин Эдгерт. Большое спасибо. Спасибо. 12 апреля в официальном календаре ООН значится как Международный день полета человека в космос. То, что в России именуют Днем космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин вышел на орбиту Земли и фактически открыл для человечества новый мир. Вот, айпэд, интернет, вай-фай – это же все родом оттуда. В освоении космоса отметились многие страны, в том числе Литва, Латвия и Эстония. Так что 12 апреля для всех общий праздник. Наша инфографика. Балтийский путь в космос. Страны Балтии не относятся к крупным космическим державам. Но в освоении космоса они сыграли немаловажную роль. Эстония. Эстонский путь в космос начался в 1810 году с основания в Дербском университете обсерватории. В разное время в ней работали Василий Струве, прославился изучением двойных звезд. Карл Кноре определил положение кометы Галлея. Эрнст Юлиус Эпик рассчитал расстояние от Земли до туманности Андромеды. Ян Эйнасто, доказавшие, что Вселенная не хаотична, а имеет определенную структуру. В 70-х годах прошлого века в Тартусской обсерватории был создан первый в СССР телефотометр «Микрон» – прибор для изучения атмосферных слоев из космоса. Позже ему на смену пришел эстонский телеспектрометр «Фаза». Первую еду в тюбиках стал производить пыльцамасский комбинат. Космическое меню насчитывало десятки различных блюд, включая десерты. А сами космонавты любили восстанавливать силы в эстонском санатории «Взморье». Местные жители называли его «Космической дачей». Сегодня Эстония – полноправный член Европейского космического агентства. Эстонцы первыми в мире создали спутник, оснащенный электрическим парусом. Он был выведен на орбиту в 2013 году. А эстонская компания «Майя Тон» разработала уникальный прибор из области космической медицины. С его помощью врачи наблюдают за мышечным тонусом астронавтов, находящихся на орбите. Он был доставлен на Международную космическую станцию в апреле 2018-го. Латвия. Здесь родились многие выдающиеся исследователи космоса. Фридрих Цандер – создатель ракетного реактивного двигателя. Мстислав Келдыш – математик, один из основоположников советской космонавтики. Анатолий Соловьев – космонавт, совершивший 16 выходов в открытый космос, что является абсолютным мировым рекордом. Александр Калери – космонавт, совершивший 5 полетов. Олег Артемьев – российский космонавт-испытатель. Латвийские ученые принимали участие в ряде космических проектов Советского Союза. Здесь разработали изоляционные материалы для ракет, создали кварцевое стекло для иллюминаторов, участвовали в проектировании первого искусственного спутника Земли и первого космического корабля «Восток-1», который пилотировал Юрий Гагарин. Кстати, сразу после его полета руководство Компартии Латвии предлагало переименовать латвийскую столицу в честь первого космонавта. Рига вполне могла превратиться в Гагарин, но обошлось. Латвия также является членом Европейского космического агентства. В 2011 году ученые Балденской обсерватории впервые открыли астероид, вращающийся вокруг Солнца. А в июне 2017 года в космос был запущен латвийский спутник «Вента-1». Он передает на Землю данные о движении кораблей через океан. Литва. Можно сказать, что из всех прибалтийских народов литовцы первыми заглянули в космос. Своя обсерватория при Виленском университете появилась здесь еще в середине 18 века. В ней работали Янс Нядетский, открывший астероид Паллада, Мартин Почубут-Адляницкий, рассчитавший положение многих звезд, Матвей Гусев и Егор Саблер, первыми начавшими изучать пятна на Солнце. В советские годы к исследованиям космоса подключилась созданная Малецкая обсерватория, а также различные научные институты Литвы. Институт ботаники спроектировал микротеплицы, используемые на орбитальных станциях «Салют» и «Мир». Энергетический институт разработал ядерные реакторы для космических аппаратов. Институт биохимии делал приборы для станции «Марс». Текстильный институт, скафандры и белье для космонавтов. Литва – родина двух советских космонавтов – Алексея Елисеева и Римонтаса Станкявичуса. Елисеев трижды летал в космос. Его отец Станислав Курайтес был осужден за антисоветскую агитацию, поэтому у космонавта фамилия матери. Станкявичус был зачислен в группу космонавтов, готовившихся к полетам на Буране. Участвовал в испытаниях этого корабля, но в космос так и не полетел. Погиб на авиашоу в Италии. В январе 2014 года Литва запустила в космос целых два спутника. Эти спутники имели скорее символическое, нежели научное назначение. Например, спутник Литсад-1 посылал к далеким планетам и звездам три слова. Льетува-мили-лаесве. Литва любит свободу. 23 июня 2017 года Литва отправила в космос уже третий спутник, который участвует в исследованиях нижних слоев атмосферы. Благодаря космическим технологиям мы теперь в считанные секунды можем узнать, кого в эстонском парламенте считают шпионом Москвы, кто в Латвии передает деньги в конвертах, и почему в Литве не все тюрьмы одинаково полезны. Андрей Лешкевич с обзором Балтийских СМИ. В эстонском парламенте громкий скандал. Оппозиция обвинила главу правительства чуть ли не в предательстве Родины. Депутаты заподозрили премьер-министра Юрия Ратаса в том, что он ведет двойную игру в пользу России, а его политика противоречит ценностям эстонской республики. Терпение обычно спокойного премьера лопнуло. Это переходит все границы, заявил Ратас. «Те, кто сомневается в моей лояльности, могут обращаться в органы безопасности», – добавил он. Такой эмоциональный ответ только раззадорил оппозицию. «Видимо, – говорят они, – мы задели правительство за больное место». Журналисты отмечают, что Кремль, кажется, стал универсальным аргументом в споре эстонских политиков. За три девять земель. Эмиграция из стран Балтии – тема, которая не теряет своей актуальности. На минувшей неделе Сейм Латвии разбирался в новых данных. По статистике, тенденция последних лет страну ежегодно покидает примерно 20 тысяч человек, то есть 1% от всего населения. Уезжают прежде всего молодые. За четверть века численность латвийской молодежи в возрасте от 13 до 25 лет сократилась вдвое. В 90-м году их было 480 тысяч, а стало 250. Уезжают прежде всего в Великобританию, Германию, Ирландию, Швецию и Норвегию. С другой стороны, эмигранты переводят на родину своим родственникам огромные суммы денег. Чем поддерживают благосостояние Латвии? В 2014 году через латвийские банки они перечислили 700 миллионов евро. На тот момент вдвое больше военного бюджета страны. Однако правительство решило облагать денежные переводы налогом, и суммы резко уменьшились. Эмигранты теперь передают деньги в конвертах или просто забирают к себе престарелых родителей по программе воссоединения семей. Вильнюс станет свободным городом. МВД Литвы решило избавиться от всех столичных тюрем. Сейчас в Вильнюсе несколько тюрем. Самая старая из них, Лукишская, находится прямо в центре города. В МВД поясняют, содержание старых тюремных зданий обходится довольно дорого. Кроме того, Евросоюз постоянно критикует Литву за плохие условия содержания заключенных. Поэтому проще снести старые тюрьмы и построить одну новую за пределами столицы. А в Вильнюсе освободится место для более гуманных проектов, и он больше не будет восприниматься как город, где кого-то можно посадить за решетку. Ничего святого. Не успел Дональд Трамп провести в Белом доме саммит с президентами стран Балтии, как сатирическое шоу Saturday Night Live разразилось пародией на эту встречу. Шоу телеканала NBC – одно из популярнейших в США. Дональда Трампа в нем изображает сам Алик Болдуин. Американский президент и был главным объектом насмешек. Авторы подчеркнули его панибратское отношение к балтийским коллегам. Президента Литвы Трамп называет цыганкой и высмеивает ее прическу. К президенту Латвии он обращается Эй Барат, намекая на комического персонажа из одноименного фильма. А президента Эстонии американец и вовсе не заметил. Пародия получилась довольно обидной для балтийских лидеров, зато рейтинг их узнаваемости в США резко вырос. И вот еще одна история, про которую местные журналисты наверняка уже рассказывали не раз. А для нас, приезжих, это открытие. И мы готовы им поделиться. Оказывается, на юге Эстонии уже много веков проживает особый народ – сету. Весь народ чуть больше десяти тысяч. Но сету на судьбу не сетуют, а свято блюдут древние традиции. В чем убедился лично Владислав Андреев. Вековую историю на юго-востоке Эстонии хранят не только легенды замка, но и реальные люди. Народный сету, или попросту сетовцы, как они называют себя по-русски. Всего несколько тысяч человек, преданных своим традициям. Вот как гостей встречает хозяйка музея в местечке Обеница, недавно ставшим переходящей культурной столицей финно-угорского мира. Туристам здесь не только покажут старинную утварь и расскажут о былом укладе жизни, но и как дома – откроют шкаф, достанут одежду и предложат самим вернуться в прошлое. На первый взгляд девушки одеты одинаково, но на самом деле по их наряду можно понять, кто из них замужем, а кто нет. Вот, например, у замужней девушки отличается головной убор. Видите, голова покрыта под платком, а у другой девушки нет. Также у замужней женщины сзади длинная лента, а спереди шелковый фартук. И обязательно много украшений. И хотите вы этого или нет, закончится экскурсия танцами и песнями. Край Сетума славится песенными рифмовками, которые местные жители сотнями придумывают прямо на ходу. По-русски хуже или лучше, но говорят здесь практически все, ведь Сету до обретения Эстонии независимости жили и на российской земле, на Псковщине. От русских, правда, Сету держались поодель, при этом все в округе оставались православными. Перед пасхальной службой настоятель лично здоровается и обнимается с каждым прихожанином. Настоящих сетов в церкви легко узнать по их национальным нарядам. Настоящих сетов в церкви в домах и даже в музеях православные иконы. В каждой деревне своя часовня, ключи от которой по традиции доверяют хранителю. Они отличаются от церкви, о том, что если церковь куда на службу приходят все люди, сюда люди пришли по одному со своими мыслями. Это построено в 18 веке, и именно с того времени они все дома и есть. Кто-то называет язык Сету диалектом эстонского. Местные жители считают свой язык древним и самостоятельным, говорят на нем между собой и учат детей, чтобы не забывали свои корни. Финно-угорские народы имеют свою культуру, язык, и мы делаем все возможное, чтобы их сохранить. Мы все хотим выжить среди других народов культур и языков. Мы с вами как звезды на небе. Не видим друг друга постоянно, но знаем, что мы есть. Некоторые звезды яркие, некоторые тусклые, но каждая звезда на своем месте. Все они рядом, на одном небе. На Пасху местные жители собираются вместе. По традиции ходят по деревне с большой корзиной, поют песни и собирают пасхальные яйца. Затем взрослые дети участвуют в состязаниях, спускают пасхальные яйца с песочной горки. Чем больше касаний, тем больше шансов на победу. Эти места за столетия повидали множество сражений. Здесь, между Востоком и Западом, проходили торговые пути. Сюда приходили люди разных культур и национальностей. Как поется в гимне Сету, очень трудно построить собственный дом между двумя частями света. Но им это удалось. И свою самобытность маленький народ на юге Эстонии сумел сохранить. И это была программа «Балтия. Неделя». Неделя, как мы знаем, пройдет быстро, так что скоро увидимся. Здесь же, на телеканале «Настоящее время». Субтитры создавал DimaTorzok